Казахстанская медиа-академия общается с интересными людьми. Здравствуйте! Вы смотрите программу «Искусство интервью» и я, ее ведущая Амалия. Амалия Али – выпускница и резидент Казахстанской медиа-академии. Талантливая и разносторонняя. Учится в восьмом классе в школе Мирас. Пишет картины, играет на гитаре, увлекается танцами, любит плавать, читать и кататься на коньках. Сегодня у нас в гостях тот человек, чья любовь и талант к своей работе привели к грандиозному успеху. Этот человек является казахстанским дизайнером и фэшн-продюсером. Встречайте, Сакен Жаксубаев. Здравствуйте, Сакен! Здравствуйте! Сакен Жаксубаев – модный казахстанский дизайнер и фэшн-продюсер. Сакен, вы ведете незаурядный образ жизни, то есть не как у всех. Это вы так сами себе его придумали, либо же вы взяли, может быть, пример с каких-то других звезд или знаменитых личностей? Вы знаете, я не могу сказать, что мой график или мое расписание кардинально отличается от обычного расписания людей. Я точно так же просыпаюсь рано, иду на работу. У меня есть время для обеда, есть время для встречи со своими партнерами, заказчиками. Есть время для работы в ателье, где я работаю с конструкторами, рассматриваем. Сейчас в данный момент готовимся к показу. Точно так же поздно ложусь спать. Я не думаю, что у меня расписание сильно отличается от обычных людей. Единственное, что в моем расписании, если брать расписание бухгалтера или учителя, то у меня, конечно, в вечернее время очень много занято, поскольку в этот момент я в силу своей работы, в силу специфики своей работы, компании и организации ивентов, то, конечно, вечером у меня всегда занято, я нахожусь на том или ином ивенте, презентации, или нахожусь за пределами Казахстана в силу того, что у меня есть командировки. И, наверное, если брать суммарное количество дней, сколько дней провожу в Казахстане и за границей, то, конечно, превалирует то, что, ну, наверное, 200 дней в году я нахожусь за пределами Казахстана. Но это связано, в первую очередь, не с организацией отдыха моего и я не валяюсь на пляже. Это в основном работы, это перелеты. Вот я только недавно прилетел с Нью-Йорка, и сейчас, да, спасибо. Сейчас небольшой у меня джетлаг, поскольку 14 часов разницы, для меня это немножко тяжеловато. Понятно. А вот как вы считаете, можно ли сказать, что вы задаете тренды не только в одежде, но и в стиле жизни? И есть ли у вас какие-то свои, может быть, как ученики, либо же последователи? Если человек работает в моде, он глобально задает тон. Я задаю тон, может быть, в женской одежде, да, поскольку занимаюсь дизайном и производством женской одежды на территории Казахстана. А в обычной жизни я в простых черных штанах, черной футболке и белой кепке. То есть, ну, это такие базовые элементы мужского гардероба. То есть, в личном плане я, наверное, не задаю глобально тон. То есть, я не являюсь таким модником, который сидит утром и выбирает, что надеть, белую бабочку или галстук, или какой-то шейный платок. Я надеваю то, что мне удобно, комфортно. И, конечно, все зависит от моего распорядка дня. Если я в этот день планирую какие-то встречи, то я соблюдаю какой-то определенный дресс-код, я не могу прийти в шортах, например, на встречу, да, там. Но в основном я предпочитаю надевать черную одежду, чтобы не привлекать сильно к себе внимание. Потому что при всей своей открытости и работе такой, да, там, с веткостью, я немножко боюсь очень людей глобально. Правда? Да, я очень так. И даже приходя на какие-то мероприятия, я 15-20 минут чувствую себя не в тарелке. Мне нужно присмотреться, я посмотрю. Потом уже, когда мне более комфортно, я такой чувствую себя в safety, в безопасности, я уж тогда начинаю как-то отвоевывать свое территорийное мероприятие. Очень интересно. А вот, смотрите, если бы о вас написали книгу, как вы думаете, с чего бы она начиналась и чем бы она закончилась, соответственно? Ну, наверное, она бы начиналась, как в любой сказке «Once upon a time», однажды, ну вот, как в фильме «Однажды в Америке», да. И, наверное, я не знаю, насчет завершения какой-то книги, но мне очень нравится книга «Унесенный ветром», когда Скарлетт Ухара говорит о тех, когда у ней говорят, вот у тебя какие-то такие там вопросы, проблемы, и она говорит, ой, мне срочно надо в 12 дубов, и я об этом подумаю завтра. Я, когда есть какие-то моменты, я бы хотел бы, например, чтобы у моей книжки, если она будет написана про меня, была какая-то история не заканчивалась, и не было бы какой-то жирной точки, а было бы многоточий, и была бы... Какая-то таинственность. Да, таинственность. И читатель, или человек, который прочитал эту книгу, он всегда думал, что и будет красивое продолжение первого тома. Ой, очень интересно. А вот вы сказали, что у вас работа в основном практически большую часть года вы проводите за границей. Хотели бы вы вообще переехать в Казахстан, так как это будет удобнее? Вот, к примеру, в Париж, это же все-таки как... Столица моды? Да, столица моды. Я жил во Франции, не в Париже, наоборот, убежался в Париже, потому что все-таки он очень такой шумный, сейчас-то очень грязный, и там очень много каких-то своих нерешенных внутренних проблем, что касается именно для жизни парижанина. И я жил на юге Франции, в Момпеле, это очень такой красивый маленький городок. Но уезжать с Казахстаном, ну, мне не хотелось бы. По одной причине мне здесь комфортно, у меня здесь бизнес, у меня здесь моя компания, здесь у меня друзья. Мне больше нравится история уезжать и возвращаться, да. А вот дизайнеры часто спорят, что важнее, мода или стиль. Что вы думаете по этому поводу? Ну, я думаю, что не нужно, как бы сказать, следовать тупо моде, поскольку мода – это всегда субъективное мнение того или иного дизайнера, поскольку это его видение, что он думает, что в данный момент будет, например, розовый цвет актуален. Или, например, что ширина брюк будет такая, да, там, а нужно носить там белую кепку. Абсолютно нет. Человеку должен всегда прислушиваться к своему внутреннему я. Сейчас мы проведем с вами такой короткий, быстрый блиц-опрос, чтобы, возможно, как выяснить, что же будет более как модно к наступающему летнему сезону. Итак, вы готовы? Да. Первый, как горошек или клетка? В этом сезоне горошек. Полоска или гусиная лапка? Полоска. Цветы или графика? Цветы. Платформа или шпилька? Платформа. Носки или чулки? Носки. Мини или максим? Максим. Калоты или лосины? Килоты. Красный или зеленый? Красный. Яркость или пастель? Пастель. Фиолетовый или белый? Для лета, конечно, очень круто смотрится белый. Но хотя фиолетовый в понтоне, вот в цветовой гамме на 2018 год, фиолетовый актуальнее. Клач или рюкзак? Рюкзак. Интересно. Спасибо вам большое за ответы. А вот как вы представляете себя, свою жизнь через 10 лет? Кем вы видите себя? Может быть, какие-то изменения? В первую очередь, я хотел бы себя видеть здоровым. Абсолютно. И, наверное, счастливым глобально, да? Поскольку я не могу там... У меня нет цели заработать миллиард долларов или миллионы. Мне хотелось бы, чтобы при всем том, что я делаю, я получал удовольствие и получал от этого какой-то кайф. Да, иметь работу ту, которая приносит себе счастливые удовольствия. Из-за которой ты еще получаешь деньги. Да. Вот на данный момент с каждым годом все больше и больше появляется новых лиц. Дизайнеров много новых появляется. И новое поколение молодежи, оно как-то не совсем знает вас. Что вы думаете по этому поводу? Ну, вы знаете, каждого периода есть, как сказать, свои герои, да? Ну, у меня есть очень активная инстаграм-страница в социальных сетях. Вы знаете, очень много дизайнеров, молодых, если говорить про дизайнеров, да, молодых, очень сильно обращаются ко мне в плане того, чтобы помочь там с дизайном, посмотреть их работы, дать какие-то правильные советы, как выстроить бизнес, как быть коммерчески успешным, поскольку это очень важно. И я к этому отношусь спокойно, но если я захочу поймать хайп и хочу быть узнаваемым, я создам футболку какую-нибудь, которая будет стоить в пределах там 5,5 тысяч тенге 6, сделаю очень провокационный принт и сделаю надпись, и размещу в инстаграмах, запущу ее на уровне хайпа, и я уверен, через месяц, вот о ком мы говорим, о подрастающем поколении, они будут стоять в очереди в 8 и ждать мой автограф. То есть это вот такая история, то есть мы не заигрываем с ними, они не представляют на данный момент, это не моя целевая аудитория. Все-таки мы ориентированы на девушку, то есть моя героиня коллекции, это взрослая девушка, которая там плюс 25 и выше, которая образованная, которая работает, у которой есть определенная мечта. Я читала о том, что вы хотели стать учителем, но из-за низкой зарплаты учителей вы как бы отказались от такого рода деятельности. Но вот сейчас, на данный момент, вы бы хотели бы вновь преподавать, несмотря на то, что зарплата будет довольно-таки низкой, или может быть вообще бесплатной, но при этом вы будете следовать своей мечте? Я изначально, когда учился, я хотел быть учителем, и я пришел к своей мечте, я закончил выше в университет, у меня специальность учитель истории английского языка. Хотел бы я сейчас быть преподавателем, вы знаете, честно скажу, нет. Поскольку я перегорел этой мечтой, и сейчас кардинально и глобально себя не вижу учителем в школе, неважно, получал бы я за это деньги, или был бы я меценатом. Любили ли вы когда-нибудь кого-нибудь? Я близнец, и я очень быстро влюбляюсь. То есть для меня есть такое понятие в английском языке the object of my affections, то есть объект моего восхищения. То есть я могу восхищаться, вот я увижу красивую картинку, или там людей, то есть я могу получать какое-то эстетическое удовольствие, то есть созерцать. То есть бывает, ну, увидишь красивую девушку, почему бы и там не подойти, не сказать, что девушка красивая, или просто понаблюдать. Я, например, вот, когда часто бываю в Европе, например, в Скандинавии, ты видишь молодых ребят таких, вот они как викинги, как с кино, да, они там высокие, голубоглазые, белые волосы, и ты всегда думаешь, что таких людей, ну, как-то в Казахстане, в Алма-Ате, по крайней мере, не встретишь. И они вызывают такое эстетическое, когда человек атлетически красиво сложен, когда у него ясные, красивые голубые глаза, или когда ухоженные волосы. То есть и здесь ты получаешь эстетическое удовольствие и восхищаешься. Но это восхищение не имеет какого-то там продолжения, поскольку, ну, тебя неправильно поймут, если ты будешь, знаешь, каждый раз восхищаться и признаваться человеку в любви, скажешь, молодой человек, ты, наверное, сбежал с какой-то психбольницы. И поэтому я всегда думаю, что человек должен быть, ну, всегда во что-то влюблён, поскольку, когда человек в состоянии влюблённости, он как посол доброй воли. Вы знаете, у него нет никаких плохих мыслей, у него нет там каких-то негативных ассоциаций с теми или иными. Посмотрите, когда вот, если вы увидите влюблённых людей на улице, Алматы, когда, Господи, у них, они прям вот голуби мира, идут, наслаждаются, поют, от них идёт такая хорошая, правильная энергетика. Поэтому чем больше будет людей влюблённых, и которые будут восхищаться, и находиться в состоянии влюблённости, это будет только большой плюс. Поэтому я думаю, в этом я ничего не вижу плохого, когда человек влюблю. В чём заключается счастье? Вот прям точно. Быть самим собой и как бы не подстраиваться, не быть хамелеоном в этой жизни, уметь отстаивать свою точку зрения. И человек должен всегда быть честен по отношению к себе в первую очередь. Если человек честен, значит, у человека есть какое-то определённое видение, есть определённый век, есть определённый фундамент в его жизни. И человек должен быть таким правильным, фундаментальным, сильным, масштабным. И, наверное, вот из этих элементов, как в лего, состоит понятие счастья. Спасибо вам большое за то, что вы приехали, вы уделили нам время. Спасибо. Мне было очень приятно с вами пообщаться, с вами познакомиться. Спасибо. И сегодня у нас в гостях был замечательный человек. Тот человек, чья любовь и чей талант к своей работе привели к грандиозному успеху. Этот человек также является дизайнером и фэшн-продюсером Сакен Миксабаевс. Помните, что нет ничего невозможного. Вы смотрели программу «Искусственное интервью» и с вами была я, Амалия. До новых встреч. Казахстанская медиа-академия. Это учеба для талантливых, симпатичных и харизматичных. Казахстанская медиа-академия. Это уроки по технике речи, искусству интервью, ораторскому и актерскому мастерству. Это работа над голосом и стилем, постановка перед телекамерами, тренинги личностного роста, мастер-классы со звездами. Это настоящие съемки и зрители, которые увидят вас в настоящем телеэфире. Казахстанская медиа-академия. Стань медийной личностью! Казахстанская медиа-академия. Казахстанская медиа-академия. Редактор субтитров А.Семкин